Доброе утро коллеги всех рад приветствовать меня зовут Марченко Юрий мы с вами начинаем традиционно утренний брифинг прежде всего хочу сказать спасибо всем кто просматривает брифинг спасибо всем кто оставляет комментарии задает вопросы мы уделяем я уделяю много времени таким людям да и ответы на вопросы обычно в конце ролика но есть под каждым утренним брифингом обратите внимание есть разметка по времени то есть брифинг длится 30 минут но чтобы вам не ковыряться все 30 минут в какой-то интересующем инструменте то пожалуйста воспользуйтесь этими метками вы можете непосредственно посмотреть интересующего вас инструмент нажать на эту метку и ролик будет идти с того момента как которую инструмент вы выбрали то есть это значительно упрощает поиск навигацию по брифингу потому что я прекрасно понимаю что 30 минут практически никогда не смотрится смотрится только лишь в одном случае сто процентов если все это дело проходит в режиме онлайн сегодня 29 марта сегодня четверг мы работаем по расписанию четверга поэтому сегодня в 13 00 будет разбор сделок мероприятие которое создано для тех кто проходил либо проходит обучение на нашем проекте и это мы будем просматривать сделки для того чтобы посмотреть насколько а человек люди обучающиеся либо либо обучившиеся правильно совершает сделки по тем тактикам которые собственно говоря которым и прохали по которым и проходили подготовку давайте мы тогда с вами это начнется в 13 москвы как я уже сказал да и закончится примерно в 13 30 13 40 зависимости от активности вашей активности просто и от количества проверяемых счетов по загребен приветствую ну и поехали парень в чем уж там ждать сегодня напомню четверг и сегодня наверное последний с точки зрения ликвидности день да мы с вами видим 29 марта экономический календарь по форексу изменение космическое безработное в германии особой реакции в рынок не дает ввп в 11 30 которые публикуются в англии это уже пересмотрены ввп за четвертый квартал тоже очень редко дает реакцию аналогичные параметр был публикован с сша вчера и тоже как видите особо-то движухи мы там на мой взгляд не увидели то есть все эти тренды которые двигаются сейчас они я думаю не связаны с четыре же до посчитанного ввп больше здесь у нас ничего нету за январь ввп в канаде в 15 30 тоже маловероятное движение какие-то интересные то есть принципе ничего такого фундаментального чтобы разрулила бы рынок у нас нету по россии русгидро финансовый отчет по рсбу сегодня будет опубликован дальше x5 групп финансовые результаты тоже снастый год и мкб ночью русгидро можно в принципе посмотреть что они там сегодня опубликуют но и побежали по рынку не будем долго задерживаться напоминаю я просматриваю рыночный сантимент используется индикатор от shark x и данный брокер уан да также мы смотрим с вами кластера используя платформу от ас кластера которые торгованы на бирже 7 срочной секции валютный рынок начнем с евро завалилась она вниз наша идея позиционная откупить от этого баланса я не реализовывал я не говорил что она пахнет жареным она раскорреляться настроены скажем так поэтому покупать отсюда просто лимиткой было сложно тем более учитывая стоп лосс да он у нас практически 600 пунктов это много это реально много от этой сделки можно было отказаться но пока я бы тоже не говорил о том что все прям шартова вообще надо сказать что вот март подходит концу март сложный месяц да и в прибыль мы выходим по нашим направлениям только по алгоритмической торговли ребят которые инвестируют в алгоритмическую торговлю вместе с нами выходит в прибыль в этом формате значит что мы делаем дальше здесь пока я бы продавать не стал потому что вот этот баланс вот этот баланс все еще есть чисто вот если мы вот так посмотрим да то есть даже давайте кластера посмотрим прогрузится да то есть вот мы сами ждали смену инициативы к сожалению не было мы таки провалились вниз мы прошли на фич и этот объем не совсем а вот это да мы должны были пройти то если маленький с неправильно отметил вот этот баланс надо было ждать мы у практически прошли на фич и скорее всего движение вниз таки продолжится да хочется отметить тогда вот что что у нас по факту да раз уж у нас развивается нисходящая тенденция самый большой объем находится здесь который с которого закончилась позавчерашний день начался вчерашний день ну вот и мы видим инициативу уверенную вниз зона поддержки в данном случае уже теперь сопротивление примерно у нас разрисовывается здесь поэтому при любом откате туда в принципе можно рассматривать шарты но пока вот пока такие идеи к сожалению других идей нету и даже это сгенерный день не кажется мне такой уж и беззаветно давайте посмотрим что у нас рыночный сантимент по данным брокеру ланда на всем там падение и вплоть до закрытия рынка вчерашнем у нас есть открытый интерес внизу побольше вверху поменьше из всего из этого люди в основном в просадке сидят вот здесь вот здесь мы с вами говорили что вчера вот здесь тут были люди находящихся в просадке был достаточно больше с мы попробуем отмотать картинку скриншотик назад на вчерашний день на начало вчерашнего дня и мы видим сами что ничего мы видим сами что ну вот да вот здесь было накопление и все таки большинство сидела в покупках получается что за вчера евро упала против толпы то есть принципе торговлю против толпы у нас сработала здесь на отлично но к сожалению я не для меня это не представлялось важно нужно поторговать по стопам особо заявок нету в покупку в продажу у нас есть все заявки в покупку buy stop и да здесь причем тоже buy народ в целом склонен откупать я смотрю да что выше цены текущие что ниже цены текущей каких-то стоп лоссов но вот я бы выделил наверное вот эти и мы наносить на них попробуем поторговать то есть за этим минимум за минимум от 20 марта есть некая группа людей которые сюда выставили стопы и их здесь не так очевидно видно но они есть и если сюда цена доберется то мы увидим здесь импульс мы можем попробовать это вместе сработать можно делать скидку на то что еще когда цена будет заваливаться вниз здесь топов появится побольше должно появиться побольше и это будет в принципе нормально но то есть идея это здесь фактически сводится к тому что лучше дождаться окончательного движения проявления цены и можно в принципе поторговать на пробой 22 35 и 22 10 вот этот промежуток где может стать импульс дальше фунт доллар заваливаются у нас в принципе аналогично как и все остальные инструменты у нас по большому счету просто усиление доллара по всем инструмент вплоть до рубля даже мы сегодня посмотрим на вот и здесь идея наша заключалась в том что здесь вот у нас есть какой-то объем какая-то поддержка которая может дать реакцию мы не знаем заранее даст она реакции не даст она реакцию кластера нам говорят что этот объем большой более того то что накопилось здесь вчера да на большое но это объемы отовсюду отсюда то есть в принципе здесь не так все очевиднее как на евре движение вниз я бы не сказал что он прямо то очевидно да все таки имеющаяся поддержка как мне кажется более мы можно больше какой-то степени верить по кластерами не вижу вот маленько патролем участника рынка на который оставлял большую заявку на продажу кто-то говорил что здесь заявку на продажу тут кто-то будет продавать но вот смотрите да тот этот кто-то так и не продал мы видим с вами стопов особо-то не видно стопы есть кстати но они есть над этим хаем их здесь немного но они есть да этот вчерашний максимум к сожалению вот под каким-то минимумом здесь стопов не видно поэтому я честно говоря воздержался от каких-то мыслей на ну разве что объем открытого интереса примерно где-то здесь такой елочка располагается и большинство конечно находится в просадках но такое повсеместно поэтому с точки зрения анализа это не представит особо интерес канадский доллар уверенно двигается к нашим же сопротивление не к нашим сопротивлениям сопротивлениям которые мы ранее с вами обозначили к сожалению характер движения цены не представляет никакого интереса мы ходим вверх вниз 650 пунктов это меньше атор и единственное что можно сказать это наверное то что мы просто покупаем объем да у нас есть вот такого тут открытый интерес мы видим что у нас есть и покупатели мы лишь нас все продавцы и при всем при этом застрявшие продавцы находится здесь то есть это примерно по минимуму но это было уж давно на то есть движение вверх для нас это движение против толпы каких-то конкретных стопов но не видно если честно я бы ждал их здесь но их тут к сожалению нету да есть какая-то группа стопов сюда но она в принципе покрывается и все и вот стопы есть над хаем над этим но это далеко не сегодняшний день если мы сами посмотрим кластера то картина аналогично весь объем сконцентрирована здесь поэтому здесь лучше дождаться проявления инициативы поэтому до сих до этого момента забор пока выйдем пока не выйдем либо выше чем 130 либо не упадем ниже чем 128 японская иена конечно показала ух ах и ой-ой-ой на 1600 пунктов за один день это много в принципе хочется сразу же отметить что стопы которые располагались ниже минимумов остались живы это к теме о том что если стопы где то есть то они обязательно их какой-то этот маркет мейкер обязательно соберет ничего подобного в торговле по стопам парни чем сантиментом которые обучая я в том числе основа заключается в том что если мы видим стопы это совсем не значит что они будут сработаны стопы могут жить спокойно они могут выжить да то есть если мы видим стопы единственное что мы можем знать это то что импульс если он будет то он будет с большой степени вероятности то есть мы можем знать направление импульса мы можем знать откуда он может начаться можно знать где он может закончиться будет он сработан не будет он сработан когда это произойдет или не произойдет это вообще никогда этого мы с вами не знаем поэтому в этом плане рынок не прогнозирует что мы смотрим по сантименту ну надо сказать что в целом народ в замешательстве потому что у нас можно сказать, и покупатели есть, и продавцы есть. В общем-то, все в net position примерно уравновешено. Каких-то конкретных стопов мы не видим. Обращаю внимание на то, что заявки на продажу, которые были здесь, на которые мы ориентируемся, исчезли в массе своей. Это может быть потому, что люди, которые покупали здесь и ставили стопики сюда, они просто вышли из позиций с профитами, соответственно, и заявки их на продажу исчезли. Поэтому мы тоже удаляем здесь заявку на продажу. Других каких-то конкретных стопов я не вижу. Но вот разве что, наверное, здесь. Захаем вот этим. Есть небольшая горка. Реально небольшая. Не очень нужно в нее душать доверие. Но с другой стороны, со стороны просто того, что это какой-то максимум, и там реально может быть что-то интересное. Может быть. Но говорить об этом, как-то, мне кажется, сложно. Нет, нет. Наверное, идея не очень хорошая. Что нам говорит фьючи? Значит, мы с вами вышли. Да, отлично. Просто отлично. Если мы с вами посмотрим объем всего контракта, а он у нас новый, то мы увидим, что основной объем у нас находился здесь. Да. И мы с вами увидели некое движение вверх, а потом уверенное движение вниз. То есть у нас с вами есть, в принципе, признаки ложного пробоя на самом деле. Да. То есть вот эта вот штуковина, она может оказаться для нас с вами ложным пробоем. Поэтому движение вниз на фиче для нас можно считать основным. Движение вверх на базовом активе, соответственно, тоже можно считать основным. Основной заряд, понятно, находится здесь и здесь и здесь. То есть в принципе, любой откат мы можем начинать встречать здесь. Стопик самый лучший, наверное, поставить сюда, но для жадных можно и сюда. Потому что здесь, на самом деле, многовато с точки зрения того, что мы можем с вами увидеть. Так, как это будет все выглядеть на форексе. Давайте мы удалим и посмотрим, что же, что же, что же, что же. Ну, в принципе, говоря о ложном пробои, я имею в виду, что вот эта вот вся картина является своего рода ложным пробоем. То есть, ну, вот в таком формате. То есть, для тех, кто не сообразил с прострацией у кого-то проблемы. Значит, первое, где могут встречать инструменты, это вот это место и вот это, да, собственно говоря, место. То есть, мы, обращая внимание, закрылись в хай дня. Чаще всего теста никакого не бывает. То есть, сразу улетаем. Но и бывают исключения. Поэтому ни в коем случае не... Причем исключения нередки. Поэтому ни в коем случае не залазим вообще на всю котлету. Я думаю, что надо начинать две идеи, да. Надо начинать откупать по 106.50, пряча стопик по 106. Ну, пусть будет 10. Даже 106.05. В принципе, можно даже попробовать спустить немножечко, да, на поинт в контуре опустить. 106.45 и 106.05. Это будет наше первое место, где цену могут и должны, в принципе, встречать. Если тренд действительно большой, если он сильный, теста вообще никакого не будет. Если он все равно сильный и какой-то откат будет, да, то он должен ставиться только лишь сюда. Если нас с вами выступит по этой идее, то это не будет говорить, что мы больше никуда не пойдем. Это будет говорить о том, что эта структура не меняет, мы просто пойдем чуть пониже и попробуем откупить чуть пониже. Ну и, в принципе, все. То есть, идея покупать от этого баланса и докуда мы с вами поедем. Давайте мы с вами предположим, что первая наша же цель по соотношению. Ну, во-первых, это текущая цель на 106.80, то есть, без обновления high. Вторая цель – это 107.10, то есть, вот над этим вот сопротивлением. Ну и давайте обнаглеем, возьмем цель номер 3. Это будет 100.107.30, то есть, вот над вот этим вот своего рода поддержкой. Ну, вот такая идея, в принципе, меня как бы маленько даже устраивает. То есть, апптренд, ланги в приоритете, главное заскочить, ну и дальше уже не уделаться. Австралиец. Движение вниз для нас с вами есть. То есть, вчера в торговом стриме, да, разговаривали над темой того, что это был как бы пробой на самом деле. Никаких стопов там не было. Об этом свидетельствует отсутствие дельты, об этом свидетельствует, ну, уанда, который говорит, что стопов там не было. Значит, что сантимент. Народ, понятное дело, наторговался здесь. Масса в покупках и масса в просадке, то есть, эта масса начинается где-то примерно здесь. Стопы, на которые мы с вами ориентировались, сохраняются, они никуда абсолютно не делись, поэтому в целом мы с вами можем оставлять ордер здесь, чем черт не шутит, мы можем выстрелить и на этом заработать. Но в целом движение вниз для нас как будто бы является приоритетным. И давайте посмотрим, что нам нарисуют фичи. Мы видим баланс, мы видим баланс реально очень сильный. Здесь что-то встречает. По-хорошему от всего этого надо распродавать, но мне кажется, запрыгнуть будет очень сложно. В любом случае можно найти идеи получше. Мы знаете сами, как сделаем. Я здесь не буду ничего придумывать, как минимум пока. Если будут идеи в течение дня, я их, конечно же, попробую реализовать. И на сайте trading-floor.net в разделе Trading Online есть табличка с открытыми позициями. И там вы все увидите, эти самые открытые позиции, если они, конечно же, будут. Но я никакого теста там и так далее, и так далее рассчитывать не буду, потому что высока вероятность, как мне кажется, перейти на завтрашний день, а завтра страстная пятница, и ликвидности будет очень мало. И, честно говоря, неохота завтра вообще с позициями сталкиваться. Поэтому там забор золота. Бестестер рвануло вниз, рвануло очень сильно. Здесь идеи наши были верны. Тоже очень похоже на... Не то чтобы даже на ложный пробой. Мы с вами обсуждали, что вот эта зона сопротивления, она может дать реакцию. Она дала реакцию. И об этом еще говорили вчера, когда прошли более-менее серьезный и важный объем. Но, к сожалению, провалились так сильно, что мы практически сразу же упали на поддержку. Поэтому шортить здесь это самоубийство, я считаю. Да, то есть здесь потенциала практически никакого нет. Ждать откат и шортить дальше уже вот можно, в принципе, рассмотреть такой вариант. Но для этого нам надо с вами посмотреть, что вырисовывают нам объемы. Сантимент рыночный мы здесь с вами не смотрим, поскольку это не... Ну, Wanda не торгует... Ну, здесь объемы как-то размазаны. Wanda не торгует золотом. Там CFD, и оно низкорриквидное и не представляется возможным. Ну, короче говоря, здесь какая-то фигня. Честно говоря. Давайте попробуем здесь посмотреть, что у нас здесь. Ну, объемы очень сильно размазаны, поэтому сложно сказать, где это какое-то конкретное скопление. Ну, в общем, идея такая же, как на иене. Любой откат. И попробуем шортить. В принципе, все рисовать не буду. Из тех же самых соображений, что можно нарваться на пятницу. Низкорриквидное. По нефти WTI завалилось и как бы выступил у нас, я смотрю. Да, от этого наша идея становится отвратительной. Что для меня еще не менее важно, это то, что в момент, вчерашних каких-то событий, видим, фундаментальных, да, мы видели с вами дельту положительную, потом дельту отрицательную, то есть, вы вроде раз продавали. И сразу же потом прошел какой-то пробой, и были стопы, судя по всему, и начинались они за этой шпилькой, и за этой шпилькой начинается, потому что у нас есть и дельта, у нас есть и большие кластера, и есть отрицательная дельта. То есть, народ покупающий выступился. И мы можем с вами говорить о том, что здесь в какой-то степени проходили тоже в какой-то степени ложные пробои, то есть, движение вниз мы с вами разворачиваемся. Вот мы с вами видим, как на падающей свечке отрицательная дельта, причем все это на хай, то есть, инициатива была. И, в принципе, если мы с вами посмотрим профиль вот таким вот образом, то мы с вами должны сделать вывод о том, что самая сила, скажем так, находится здесь. Неплохо все выглядит здесь, и вот все это дело захаем. То есть, по большому счету, мы теперь можем с вами работать в шорты. Сложно сказать, откуда продавать, но давайте так, 64.15 это то место, где мы... Ой, прошу прощения, 65.15 это место, где можно начинать рассматривать продажи. Над хайм лучше ставить стопик, 66.60, да, и это будет идея на разворот. К сожалению, идея на разворот, это вещь такая... Вот идея с разворотом, с возможным разворотом вообще реализуется хуже всего, конечно, да. В этом плане значительно легче торговать по тренду, как бы, да. Ну, хрена узнает, когда этот тренд будет и чем все закончится. Поэтому здесь не без везения, в принципе, 62.50 это та цель, которую можно попробовать преследовать. Если это действительно ложный пробой, то цель это вполне для нас сами достижима. Нефть марки Brent не провалилась ниже того объема, но, к сожалению, здесь мы ничего делать не будем. Открыто интерес заваливается. Мы видим такую же распродажную, скажем так, шпильку на том же самом времени, на том же самом месте. То есть, очевидно, что нефть после каких-то, может быть, положительных новостей, шортили. Шортили по рынку, шортили в наглую. И, в принципе, здесь нечего сказать. Кроме того, что сегодня и завтра последний день жизни этого контракта. Дальше мы с вами переходим уже на майский контракт. Поэтому здесь ролловер и мы сюда пока не лезем. Доллар-рубль. Фьючерс на доллар-рубль. В принципе, реализовал нашу идею. Это импульс, откат и движение вверх. И доехали мы, практически доехали до отметки нашей, которые обозначали 58,480. Аптренд здесь, как мне кажется, налицо. Все объемы внизу важные. И движение, в принципе, можно рассматривать тоже в лонке и без каких-то там, либо. Ну, в глаза бросаются вот эти накопления. То есть, в принципе, при хорошем аптренде ниже упасть не должны 58,600 и 58,20. Но, к сожалению, все осложняется тем, что объемы очень сильно распределены во всем том деле. И сказать, что ну, прямо вот аж там, я не знаю, какой-то движухи мы не будем. Обращаю внимание на то, как выкупали. Выкупали примерно на 58,176. Это знаете где? 58,176. Да, нормально. Это примерно где-то здесь состоялся самый выкуп. На 15 минут это видно, на часовичке не видно. Что примечательно, то то, что с набором объема прошло все это дело. То есть, реально откупали маркетбай, открытие позиций, потом падение дельты, то есть, маркетселл был, ну и все это падение откупили тоже маркетбай. То есть, можно говорить о том, что здесь что-то заряжается, поэтому, в принципе, зона интересная 58,200. Давайте мы с вами вот так ее поставим. Опа! Не туда нажал. 58,200 и скажем, что вот эта вот штуковина не то чтобы основная, но вот если будут где-то встречать, да, то должны встречать примерно где-то здесь. Цели пока абстрактные, как и вся идея в целом. Рижка в даунтренде в принципе двигается, фьючерс на индекс РТС. Мы с вами смотрели это давно, мы с вами видим, что у нас был объем здесь максимальный, мы его очень четко оттестировали, прошли вниз, достаточно интересно. Вот, но что важно, то что мы накопили здесь объем, при всем при этом это накопление сопровождалось, я бы сказал, ростом открытого интереса, то есть здесь что-то происходит. Подальше очень сложно сказать, что происходит, в действительности тоже сказать очень сложно, что происходит, но мы с вами видим, что вот то, что накопилось вчера, в целом соизмеримо с тем, что накопилось ранее. То есть в теории мы можем и развернуться здесь, но это только в теории и этот объем и открытый интерес, который здесь есть, вовсе не говорит о том, что он начался разворот. Однако шортить сейчас считаю опасным, нужно ждать проявления инициативы, если это будет падение цены ниже чем 122 тысяч, тогда у нас будут основания полагать, что этот открытый интерес скажем так шортовый. Вот и все. Любой откат вверх мы пока не воспринимаем как откат, как движение вверх, пока не пройдем 126 500, то есть вот эти вот кластера может мы как какой забыл блин, 126 600, Блин, не то. Запутался в горячих кнопках. Вот эти вот кластера, пока мы их не пройдем, про ланги я бы не стал говорить, потому что этот объем тоже очень существенный. Ну и понятное дело, что основная идея, это конечно шорт, откаты и движения вниз, потому что раз доллар дорожает, доллар рубль растет, Сишка в принципе двинется вниз нормально длине. Сбердж завалился по итогам вчерашнего дня и акции, и фьючерс соответственно, но к сожалению, наверное, я тоже тут посижу на заборе, как оно и было ранее, то есть это 25200, это поддержка, которая ограничена вот этим делом. Здесь лучше тоже, как и в случае с РТС, дождаться какого-то, ну какой-то активности вниз, что ли, только после этого принимать уже решение на продажу. К тому же объем здесь, да, действительно стал большой и не представляется все это дело пока интересным. Газпром, я так понимаю, без идей уже некоторый день, да, абсолютно верно, мы своего рода в боковике, здесь ничего интересного абсолютно нету и мы его пропускаем. ВТБ основной объем у нас находится внизу, ой, прошу прощения, вверху, основное движение вниз, здесь то, что сейчас происходит, оно не максимальное, однако, открытый интерес в этом здесь подрастает, причем подрастает вторую сеть, даже третью сеть все подряд, то есть, да, вообще в принципе растет, но на падение это видно особо, то есть, вот такие вот всплески, если любое падение откупается, о чем это говорит, может ли это говорить о том, что кто-то откупает инструмент, вполне, вполне разумно, то есть, да, посмотрите, как все дело происходило на 15 минутке, на падение, на падающей свечке, мы сами видим, отрицательную дольку с ростом открытого интереса, это значит, что есть участники, которые заходят в маркетсел, а их встречают байлимитами, это новые сделки, да, мы видим с вами на следующей падающей свечке то же самое абсолютно, а вот ближайшая свечка, которая, как бы подрастает, мы на ней видим дельту положительную, при этом, таким, с нейтральным открытым интересом, то есть, в принципе, там была активность, и кто-то зашел новый в позицию, кто-то вышел и старый, и тогда дельта осталась неизменной, то есть, в принципе, мы можем с вами говорить о том, что любое падение проходит у нас с ростом открытого интереса, ну, наверное, кто-то хеджит по акции, может быть, а может кто-то закупается там, в действительности, значит, S&P 500 особых движух не показал, для нас с вами, напоминаю, идея остается точно такой же, наверное, да, мы сейчас посмотрим, как у нас профиль тут выглядит, то есть, идея заключалась, ух ты, идея заключалась, заключается в том, что у нас большие объемы здесь, здесь, и, в принципе, здесь у нас является своего рода краешком, да, и обращающее внимание, что за вчерашнюю сессию наторговались очень-очень быстро и эффективно, то есть, смотрите, как в этом месте, да, у нас за вчера какой-то интерес проявляется, к сожалению, по дельте здесь полная билиберда есть, и положительная, отрицательная, ничего никого не укупалось, ну, можно в какой-то степени сказать, что любой рост, да, вот этот любой рост встречался сначала положительная дельта, а потом запихивался отрицательная, но, к сожалению, тоже, как и в случае с РТС, мы видим какую-то активность, но я не знаю, в какую сторону мы ее предполагаем, поэтому движение вниз пока очевидно, пока, как минимум, да, и здесь, наверное, идея остается, такая же, как вчера, но я бы убрал бы идею с тестом наверх, то есть, если движение вверх может пойти, не нужно сильно считать, что это прям коррекция, потому что на самом деле движение вверх, это может быть и реальное движение вверх, тут уж как, если вот второй сценарий оставляем, если видим, взять его вниз, тогда мы можем этот объем обозначать, как фактически шартовый, краем глаза смотрим биткоин, который не растет, не падает, здесь ролловер, в принципе, проходит, и сегодня, или завтра, на крайняк, последний день жизни маркского контракта, мы переходим на апрельский, на апрельском контракте, мы видим, как набирают позицию, но не набирают, маркетбайт, то есть здесь проходит, в основном и вчера, кто-то пытался продать, но практически все откупили, поэтому можно говорить, о некой активности нападения, то есть как будто бы вниз, особо-то сильно и не заваливаемся, но вот такие вот движения, вот такие вот видения, давайте по вопросам, которые у нас могут быть, первый вопрос, даже не вопрос, посмотрим, что у нас там с комментариями, к видео, день рождения у SuperLego, который патрулил Малейко, All ESM, но это не вопрос, это скорее просто комментарий, поэтому здесь говорить особо нечего, но если действительно это так, то конечно не рождение. Двинули очень хорошо новости в Америке, я не спорю, что возможно это двинули новости в Америке, потому что, как видите, движение-то было по большому счету на американской валюте национальной, но я не сомневаюсь, что это были, что это были ВВП, да, сейчас, ребят, попробуем, давайте вот маленечко тоже глянем, календарь, да, в принципе, за вчера, что там, ВВП, что ли, так стало движухой, 2,9, пересмотренный, да, лучше ожидаемого, ну, ВВП, я не считаю, что они двигают рынок, имеется ввиду, там, меняют, как-то могут менять структуру, все-таки ВВП, это не важный показатель, конечно, нельзя говорить, что это такой вот среднячок, да, но, тут нужно смотреть в контексте, дело в том, что то, что опубликовалось, это пересмотренные данные, то есть, это трижды уже печатающиеся данные, пересчитывающиеся одни и те же, да, мы видели ВВП, сначала, скажем так, первичные, это 26 января, мы с вами видели, мы видели с вами падение 2,6, да, хотя ждали 3,0, а потом мы с вами видели, что 28 февраля опубликовались уточненные данные, уже прогнозируется 22,5, мы 25 увидели, вот, а тут, видимо, уточненные пересчитали, ребята решили, что 2,7, это будет нормально, оказывается 2,9, то есть, большому счету, большому счету, мы с вами вернулись к тому, что ВВП в действительности за четвертый квартал оказалось чуть-чуть даже ниже того, что считали изначально, то есть, изначально прогнозировали 3%, это вообще еще в январе прогнозируют, потом посчитали, что все плохо, потом посчитали, что не так все плохо, а теперь оказалось, что как будто бы и вовсе хорошо, хотя в действительности это хуже, чем ждали вообще изначально за 14 квартал, вот, поэтому я думаю, что это время, явление временное, и, как скажем так, особого там какого-то гейнера не придает, тем более, это не какие-то там максимумы, бывало и получше, ситуация значительно, да, то есть, понятное дело, что это лучше, чем предыдущие значения, опять же, как лучше, чем предыдущие значения, да, у нас предыдущие значения были там 3, 3,2, то есть, прогнозируют сейчас значительно хуже, то есть, третий квартал 2017 года в США был лучше, чем четвертый квартал, поэтому это не прирост какой-то конкретный, это просто позитив, который может все это делать измеря, другие какие-то события, связанные там с политикой, или с экономикой, может быть, да, принесут какое-то движение, но, к сожалению, я это дело не мониторю, что есть, то есть, все верно, обратите внимание на фунт, может пора купить, купила 1,4064, но мы сегодня обращали внимание и на фунт, в том числе, в рамках утреннего брифика, ладно, коллеги, на этом мы тогда с вами будем закругляться, большое спасибо за внимание, большое спасибо за лайки, за комментарии, за вопросы, встречаемся с вами в разборе сделок сегодня в 13.00, чтобы его посетить, просто нужно подписаться на канал, и можно поставить там колокольчик, и тогда вы непосредственно сразу узнаете, когда началась прямая трансляция, а так, если вдруг вы не забываете, то в 13.00 сегодня встречаемся, хорошего дня, всем хорошей погоды сегодня, всем профита, и просто счастья человеческого, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok